Привет, друзья! У меня для вас сегодня очень интересная задачка про старинные часы. Итак, вот они, старинные часы, да, тут римские цифры, обращаю ваше внимание. Ну, собственно, что, стрелок тут не хватает, да, стрелок не хватает, ну и пофигу, потому что в задаче стрелки нам не пригодятся. Итак, старинные часы упали на стене и вдруг бабахнулись об пол и разбились на четыре части. Но разбились на четыре части, они очень клевым образом, таким, что в каждом осколочке сумма цифр равнялась одной и той же величине. То есть как-то разбились, да, четыре осколка получилось, мы складываем цифры в этом, числа цифры в этом осколочке между собой, да, и сумма каждый раз у нас получается одинаковая во всех четырех осколках. Ставим на паузу и думаем, каким образом вообще часы умудрились так разбиться. Подумали? Смотрим. Давайте вот какую весть сейчас мы с вами проверим вообще. Чему равна сумма всех этих чисел на циферблате, да? Ну, понятно, что 12 плюс 3, давайте, это 15, 20, ну, короче, 78 получится. 78 на 4 нацелы нифига не делятся. То есть как бы сейчас мы пришли к такому выводу, что задача вроде бы невозможная, да, что нам нельзя разбить часы на четыре части так. Чтобы осколочки давали сумму одинаковую. То есть она должна получиться целой, правильно? Вот. Но не тут-то все было. Это же у нас римские цифры. Поэтому. Очень простая вещь. У нас есть, например, цифра 9. Которая вроде бы 9, но если мы будем считать просто палочки, то мы посчитаем вот эту палочку и 10 отдельно. И у нас вроде как получится палочка плюс 10, это 11, да? То есть на 2 больше, чем 9. Значит, 72 плюс 2, 80. И о чудо, друзья мои, 80 делится на 4 и получается 20. То есть в каждом осколочке у нас должна получиться сумма 20. Окей. Как мы должны это сделать? Ну, мы уже поняли, да? Я надеюсь, все поняли, да? Что мы должны с вами как-то что-то так, значит, разбить часы, чтобы у нас 9 точно разбилась вот по вот этой вот линии. Чтобы 1 мы считали отдельно, а 10 от 9 мы считали тоже отдельно. Ну, давайте начнем с первого осколка. Так нам будет проще. Итак, нам нужно получить с вами 20, поэтому 12 плюс 1 это 13, плюс 2 это у нас 15, 18, да? И до 20 нам не хватает 2. Откуда нам взять 2? Потому что у нас следующий идет 4. Но 4, видите, как записано? Четырьмя палочками, да? Мы помним, что 4 можно вообще-то записать вот так, но иногда пишут вот так. Вот на наших часах вот так. Поэтому круто. Мы разбиваем вот так вот. Первый осколочек, например, как-то вот так у нас разбился. То есть, двойку, то есть, ну, вот эту вот не настоящую двойку мы взяли как бы с вами от четверки. То есть, четверку мы разбили на 2 и 2. Классно придумано? Классно придумано. Так. Дальше. У нас тут есть 6, да плюс 5 это 11, да плюс 7 это у нас 18, да? 18. И вот это еще двоечка остается. Круто. Тут вообще очень крутой осколок получился, да? То есть, вот тут у нас 20. Тут тоже у нас в сумме 20. Тут давайте думать. Как бы тут нам разбить так, чтобы все круто получилось? Ну, 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 ну. Ну, например, можно разбить вот так. Можно так, а можно не так. Ну, можно вот так, да? Сделать. Понятно, что 10 плюс 10 это точно 20. Ну, и тут по логике вещей тоже должно получиться 20. Но давайте проверим. Итак. 9 плюс 1 это 10. И 18. Ни фига не получается, да? Где-то я подумал. Обожался я. Не так нам нужно делить. Я же вам в самом начале сказал, что делить мы должны 9. 9, да? Делить. Ну, а значит, давайте ее разделим вот так. Вот такой у нас осколочек получился. Да? Тут по-прежнему получается 20, потому что 10 и 10. А тут у нас получается 11. Единичка от девятки это 12. И 12 плюс 8 тоже 20. Такая задача, друзья, крутая, очень крутая задачка. Рекомендую решать, дать своим детям, коллегам. Короче, думай, думай, голова, дам тебе конфетку. Ну, а теперь смотрим под видео в описании. Там ссылка на мой телеграм-канал, на который нужно обязательно всем подписаться, потому что если YouTube закроют и в Дзене закрутят гайки, то встречаться мы будем именно там. А теперь ставим лайк и подписываемся, кто еще не подписался. Все. Пока.